Всем привет! Это Оля. Северная Каролина. Sorry for the inconvenience last time. Северная Каролина на связи с North Carolina. Я сейчас возле Human Service Center. Human Services. Интересно. А с той стороны, по-моему, тоже самое было. И я как-то в одном видео уже рассказывала о том, что мы, как малые имущие, получили EBT Card. Это еще называется Food Stamps здесь в Америке. Это помощь от государства, поддержка тем, у кого маленький income, маленький доход. И ну что нам дали? Нам дали 500 долларов, то есть карточку, на которой у меня лежит, то есть туда каждый месяц перечисляется 500 долларов. Единственное, так, какие документы нам потребовались тогда? У нас спросили Lease Agreement, то есть когда мы заключили договор аренда жилья, у нас есть Lease Agreement. И social security number, и взяли ксерокопии паспортов, и в общем-то все. То есть всех нас четверых, всей семьи. И также мы указали, что мы как бы намекнули, что вот у нас вот этот въезд. То есть мы практически green card holders. И на этом основании нам тогда, я не знаю, может быть и для тех, кто, как сказать, нелегально, через Мексику, еще как-то, ну я не знаю. Это надо ходить и спрашивать. Будет вам поддержка от государства в таком случае или нет? Так вот, зачем я приехала опять? Потому что это когда мы подали, у нас не было работы. На основании вот этого zero income нам выдали поддержку. Пришло в течение недели письмо и карточка сама внутри письма. Хотела карточку показать, забыла. Неважно. Вот. А сейчас у нас... И сказали, что как только вы найдете работу, устроитесь, надо будет принести пейчек. Вот как раз что и произошло. Я получила работу. Ее, так сказать, отметили там. Может быть я буду eligible, может быть я буду not eligible for getting this, I would say, governmental assistant. Oh, is the cashier made a joke at the shop? Like, a big uncle Sam is paying for our food, but it's not paying for our boost. То есть, эта карточка может быть подходит только для оплаты еды, если вы вдруг покупаете алкоголь, пиво, что-то еще. Допустим, вот мы купили что-то в Walmart, мы там кликаем оплатить, проводим карточкой EBT вот этой. И там раз сумма выскакивает другая, допустим, у меня был там чек на 80 долларов, а 10 из них было пиво. И он мне говорит, окей, you can pay 70 dollars. Я так, опс. То есть, я провожу, оплачиваю вот эти 70 долларов. И потом мне говорят, а теперь еще оплатите вот 10. То есть, я уже другую карточку оплачиваю, еще там что-нибудь еще, если кроме еды у вас там что-то было, одежда, еще что-нибудь в супермаркете. Вот так. Вот такая огромная парковка, это тоже здание, это то же самое здание, тот же вход. Ну, здания везде огромные, парковки тоже всегда огромные здесь. Так, что еще надо было? То есть, я сейчас принесла эти pay check'и, товарищ внесет их в систему. И там мне в течение какого-то времени придет ответ на почту, как он сказал. В принципе, так же, как до этого было на почту. То есть, бумажное письмо. Я уточнила бумажное, not email. И там будет написано, legible, not legible и так далее. Я говорю, а у меня сейчас там что-то на карте, если еще что-то есть, я могу пользоваться или нет? Он сказал, yeah, you can use it, it's okay, it's like a present. Не знаю, возвращать не надо будет или что, ну, я не собираюсь. В течение недели он уже ответит, там уже разберемся. Может быть, мы даже еще останемся legible, он так примерно посчитал, подсчитал. Вообще, там в письме было указано, что сумма доходов должна быть не больше 3000,04 доллара. Я не знаю, может быть, они за это время подняли эту цифру или еще. Как-то что-то поменялось, потом я больше писем не получала. Ну, посмотрим, ответ будет, там уже будет ясно. Да, нет, да, нет, потому что зарплата у нас минимальная. При этом еще мы указывали, давали Лиза Гримм, это не весь, не все 50 листов, а только первую, последнюю страничку, где была указана цифра, сколько мы платим эту квартиру. То есть, мы ее даже предоставляли электронно, потому что у нас она была на почте, но не было распечатанной версии. И все. Ну, так вопрос о том, что нужно с собой иметь, если вы хотите подать. Ну, я не знаю, если есть какие-то еще документы, не видите, все это не так тяжело влиять с собой, все документы, какие есть. Также мы подавали в этом же здании на Medicaid. Мне отказали, супругу я, по-моему, даже не подавала. А детям дали, то есть дети идут по всем программам на бесплатную с... Что такое Medicaid, да? Medicaid – это страхование медицинское. То есть, в Америке нет бесплатной медстраховки, кроме вот этого Medicaid. Medicaid для, опять же, неимущих, малоимущих, мы так скажем, и для детей. То есть дети до... Вот я не знаю, до с какого возраста проходят по этим страховкам. До 18, до 19, я, честно говоря, не в курсе. Что еще интересного? То есть их рассматривали, потом пришли нам на почту, опять же, физическая карточка, там огромная книжка с, как сказать, с правилами, как пользоваться. То есть там также было написано, что сейчас вы можете выбрать план страховки, надо же. Но если нет, то, в общем-то, автоматически там какой-то привязывается. Сказали, пускай как будет, потому что я со своей страховкой задумалась, честно говоря. Очень запутанная система. Я на прошлой неделе подала заявку на каком-то сайте, то есть я вышла на каком-то сайте, где были что-то про медицинские страховки. И там было науказано, давайте рассчитаем вам, типа онлайн-калькулятор, введите там свой штат, введите свое имя, возраст. И потом... Собер телефона! Это the main mistake. И после этого у меня недели две уже меня третируют эти health insurance agents. Хорошо, первую неделю я так просто отложила их, думаю, ладно. Потому что health insurance, в общем, то, что мне ребята там считали, что-то 350 долларов. Один мне какой-то, только самый первый какой-то, насчитал где-то в районе 200. Я так сказала, блин, чего так дорого-то? То есть 200 долларов я отдаю просто так за страховку. Это при том, что я сказала, что я не собираюсь ни к каким докторам ходить. У меня нет никаких запалеваний, ни хронических, ничего. Я не курю, не пью. Они спрашивали даже возраст, да, возраст, тоннаж мой. Сколько рост, сколько вес. И вот на основании этого, я еще говорила, что мне нужен минимальный каверидж. То есть есть когда вы ходите в больницу, не хочу сейчас про страховки, потому что там такая запутанная система. Вот это вот deductible, потом еще что-то. То есть есть часть, когда вы приходите к доктору, вы же платите за него. То есть, допустим, посещение доктора стоит до 100 долларов. Это, кстати, реальная цифра. И если у вас нет страховки, вы платите 100 долларов. Если у вас есть страховка, то у меня написано там внутри как раз страхового плана, там написано, что visit, a doctor visit, 30 dollars. У меня прописано 30. Может, они там разные, естественно. Потом, вот я заплатила 30. Он мне назначит какие-нибудь анализы. Это все тоже там отдельно проплачивается. Этот, этот, этот. Все. Допустим, я там насобирала кучу всего. О, сломала ногу, гипс, рентген, тра-та-та. Рентген тоже около 100-200 долларов идет. И все это вместе, допустим, выйдет мне где-нибудь так в 1000 долларов. Не дай бог еще покататься на скорой помощи. Там что-то писали вообще какие-то сумасшедшие цифры больше 1000 долларов. И вот. Вот по страховке получается, что как только я заплатила вот это вот deductible, я уже запуталась. Там то ли это получается, что это минимальная сумма, максимальная сумма, которую я заплачу. Либо это, короче, вот я заплачу 800, а потом все, что выше, это меня заплатит уже страховая. И там еще какая-то есть циферка типа 3000. 3000 у меня, например, в плане. Это что-то вроде как в год. Допустим, я там буду ходить, ходить, болеть, болеть. И там будут у меня огромные счета, или там как они мне все угрожают от агента. You're going to have diabetes or cancer. Why do you hate me, guys? I'm absolutely a healthy person. My parents are healthy. They're not going to have any cancers, even my parents. Why would I have cancer or diabetes? It's like the heart attack, for example. My grandma lived up till 95. Why would I be sick now? I'm a healthy person, doing sport regularly, never smoking. И вот агенты, они только так говорят, что у вас будет диабетис, и вы никогда не расплатитесь с хоспиталем. На чем я снялась? Так вот, допустим, ваш счет вам в хоспиталь выставят, и вот до трех тысяч вы максимум заплатите, а все остальное уже будет получить страховка. Вот такая вот. Но я именно про это и спрашивала у них, что мне нужна страховка. For, how did they say? I need a health insurance only in case of emergency. Because I'm healthy, I don't visit the doctor, like maybe once for five years. I'm not really interested in any visits. And I need it just for emergency situations in case if I break my leg somewhere, and not to go bankrupt because of this. So they offered me like a minimal plan. Okay, you need a minimal plan. Yes, I need a minimal. And then they say, okay, let me check. I have an access to all their plans available, because on the marketplace you can get only something on me. but I have access to all possible variants. Let me check it for you. Just hold on for two minutes. Я надеюсь, я не быстро говорю, да? Типа это то, как они говорят вам на телефоне. И вы такие висите на телефоне там в течение минут реально. Они там, видимо, вбивают что-то в базу, там пока процессинг идёт. И потом мы такие говорим, oh, I have two news for you. One is a bad news, one is a good news. Which one would you like to start with? И это, поверьте мне, это все так они говорят. Я разговаривала, наверное, с шестью после этого я уже устала, после этого я уже стала им говорить, you know, I will tell you now all my information, and then you will tell me about good news and bad news. И они такие в это время задухают, и говорят, да, да, мы поняли, вы уже на эту собаку сожжали, видимо. И на чём я становилась-то? А, да, на good news и bad news. И, короче, на bad news они выдают, что сейчас нет никаких планов доступных, вот cheap plans are not available now. По идее, потому что надо подписываться на страховку то ли в ноябре, то ли в декабре. В США есть система, что надо разбираться со страховкой именно в ноябре. То есть вы подписываете, или в декабре, не важно, в конце года вы подписываетесь, это время, когда они все открываются все. И потом в течение года вы не можете её поменять. То есть вы на что подписались, тем и живёте. Единственное, что мы как переехали, либо поменяли работу, ещё какие-то там life-changing events называется. Вот если у вас есть какой-то life-changing event, а, got married, например, тоже может быть life-changing event, потом get a job, ну и тогда вам работодатель предлагает страховку. Но вы можете от неё отказаться и подписаться на, опять же, marketplace, не важно. Вот. И в таких ситуациях вы можете подписаться на эти. Но, видимо, они в середине года не все доступны. Потому что они говорят, что not available now. И вот, короче, вот самый дешёвый, самый лучший, который я для вас нашёл, только я могу ей приложить, естественно. Это вот там 350 долларов. Я хочу, 350, то есть 350 долларов, я плачу, допустим, каждый месяц, в течение года, это в конце года, это каждый месяц, это 3500 баксов за то, что я даже никогда не пойду к доктору. Ну, только вот в случае, если вдруг чё. Ну, жопа, конечно. Ну, если вдуматься, да, как бы, это страховка. В этом смысл найти работу, где вам работодатель будет оплачивать. Опять же, это, как бы, они все говорят, что работодатель во многих местах предлагает работу, типа, вот у нас, страховка, всё, вот это самое. На самом деле иногда бывает лажа, иногда бывает, что вот они пишут это, а потом они вам предлагают такой план, где будет, типа, 500 долларов, all included, типа, всё, 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 но вы чуть ли не, кто-то даже писал, что, типа, как-то они, по 100-150 долларов в неделю. А, ну, 150 долларов, ну, как раз и выходит 500 долларов в месяц. Вот, такая вот ерунда. И это при этом, что вы ещё всё-таки платите за визит к доктору, за лекарства. Хотя лекарства, по-моему, по рецептам, если по рецепту, то часто бывает именно бесплатно, прям, то есть включено в страховку. Но там, опять же, какие-то включены, какие-то не включены. Не собираюсь болеть в этом году, я не болела в прошлом. Чего я болела? Ну, простуда, из-за простуды я в больницу точно не пойду. Если у меня заболит горло, я точно не пойду в больницу, особенно, если я подумаю о том, что мне надо отдать 30 долларов, я точно не пойду. Куда я пойду? Вот так вот. Такие интересные вещи проходят. Как красиво весна. Хотя сегодня похолодало, по ночам сейчас морозится. Успехов всем во всех начинаниях. Надеюсь, что мы не будем больше сидеть на никаких пособиях. Будем богатыми, успешными. Не в этом году, но когда-нибудь, да. Для того, чтобы быть богатыми, успешными, нужно иметь образование. Нужно иметь сертификацию. То есть надо будет подумать о том, какие сертификаты и образование мы хотим получить здесь. Потому что, имея только наше российское... Да. Его надо сделать в валидацию диплома и так далее, и так далее. Но об этом я хочу подумать на следующей неделе. Всем удачи! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok